Чем быстрее тем лучше. Если что-то медленно, если водишь, что-то не точится. Хорошо косит. Опять папка еландой страдает, да, Ешка? Ух ты, как хорошо косится. А еще отбить, если... Ну, надо отбить, да. Вот сейчас, когда буду косить, отобью. Ну, влезет сюда явно. Ну, влезет сюда. У-у-у-у. Какая симпатичная. Ха-ха. Что здесь дела? Что у нас новенького? В основном мы вообще занимались много дней подряд отправкой, упаковкой посылок. Там других дней особо не было. Но вот такие есть несколько важных, о которых сейчас расскажу. Да, кстати, о товарах, если что, опять же, под роликом ссылка на наш магазин, где можно заказать и мед и многое другое. Поэтому переходите, кто еще не знает. И смотрите, может быть, что вас заинтересует. А вот одно из важных дел, точнее два, которые мы наконец-то смогли осилить. Причем осилили их ударными вообще темпами. В первый день мы выпололи всю картошку. Вот это поле. А сегодня мы ее сейчас с утра всю выкопали. Копали лопатой. Потому что она очень-очень широко разрослась. И я мотоблоком решил не копать. Поэтому все копали лопатой. Урожай, честно говоря, скудный. Вот с этого поля, которое я только что показал. Вот то, что мы выкопали на еду. Ну, не особо много. Красная намного лучше, чем желтая вышла. Ну, сорт, видимо, такой. Погода такая. Куча курицам. Будем парить ее, чтобы никуда не выкидывать мелочи. И немножко посевной. Вот несколько ящиков. Не знаю, возможно, что еще один ящик на посев наберем. Хранить будем также в этих ящиках. Слава богу, что мы это выкопали. Потому что картошку я не люблю копать. Мало, наверное, кто любит ее копать. Поэтому для меня это не очень такое приятное занятие. Но мы сегодня ударно прям так постарались и все это сделали. Сейчас теперь надо привести в порядок поле. Ну, убрать старую ботву. Убрать вот эту кучу травы, которую мы, когда пололитесь, оставили ее переносить. Убрать все, что мне тут наставлено. Потому что этот кусок здесь была раньше фацелия. Вот где я сейчас иду. Ее тоже я буду перепахивать. И убрать вот эту бочку. Я в ней, кстати, начал закармливать чел. Сейчас подробнее об этом расскажу. То есть ее тоже надо все это сделать. И надеюсь, что сегодня я опять нацеплю почву фрезу и все это раскультивирую. Всю землю. Может быть, даже еще какой-нибудь дополнительный участок раскультивирую. И, скорее всего, мы будем сюда сажать. Мы еще пока не определились. Либо овес, либо горчицу. Ну, в общем, что? Что можно будет еще потом глубокой осенью уже перед холодами запахать обратно в землю. И все. И оставить уже в качестве удобрения. Ну, и также мы, наверное, будем уже наконец скрывать свою старую компостную кучу. Чтобы немножечко внести сюда тоже дополнительных веществ. По пчелам. По пчелам я начал их закармливать сахаром. Уже на зимовку. Но в этом году я решил... Не знаю, чем мне это выйдет. Боком или не боком. Но оставил им много меда в гнездах. Чтобы не бодяжить слишком большое количество сахара. Потому что сейчас и так на это времени нет. И я сейчас... Первую партию я разлил 100 литров сиропа 2 к 1. Делал погуще. Чтобы он был более концентрированный. Так меньше его надо будет раздавать пчелам. На самом деле уже довольно холодно. Но из-за того, что погода в конце августа стояла очень теплая. Там было до 28 градусов. И, кстати, до сих пор еще иван-чай не отцвел. Не весь распушился иван-чай. Потому что еще кое-где до сих пор красные цветы. Поэтому был поддерживающий взяток. Пчелы очень много насеяли расплода. И ввиду этого они до сих пор не берут сироп. То есть плохо очень берут. Я его смотрел. Редкие семьи, какие взяли и пакет в двухлитровый. Потому что большинство вообще ничего там не берет. Поскольку все гнезда еще заняты расплодом. И в целом я, честно говоря... Ну, хотя нет. Это понятно. Если весь мед отобрать, то можно и закармливать вместе с расплодом. Но поскольку у меня сейчас мед не отобран. То, наверное, придется еще немножко подольше подождать. И еще чуть-чуть попозже закормить. Но это правда чревато тем, что пчелы сильно износятся. Но, с другой стороны, у меня не по 15 литров там. А всего, наверное, литров 5-7. Я буду давать сиропа два к одному. Потому что, как еще раз я повторюсь, что я очень много оставил меда. Ну, не знаю, чем это выйдет. Но надеюсь, что на меду они так же нормально перезимуют, как и на сахаре. Сахар, кстати... Сироп, точнее, я делал сразу с лекарством от нозематоза. Чтобы в осенний поздний период и в ранний весенний этой напасти не было. Потому что она довольно часто случается при вот таких вот зимах, которые у нас сейчас обычно стали уже нормой. Все тепло, тепло. Холодно, то тепло, то холодно. Все время все тает. Там сыро. И в итоге все пчелы очень сильно весной выходят нозематозные. Так что теперь сейчас буду все это делать. Потом покажу, как это все будет выглядеть уже после вспашки. Надеюсь, что будет хорошо. Тыкву твою выдираю. Не надо. Все, выйдешь? Саша. Ну тыкву выдираю. Ой. Не будет у нас тыкв. Вот так вот, Ева. Наелась-то тыквенное пюре? Какую? Какую тыкву? Они не вызрют здесь. У нас есть на компостной куче тыквы. Голосеменная. Вот. Что это за голосеменная? Я не знаю, так она называется. У нее семечки без оболочки. Можно так прямо есть сразу. Кычно в Erica тебя снимали. Кoubtedly. Голос, ла 보여. Кาก政府. Кап Corака. Валерии. Валерий. а может ботву сожжем и все равно граблями придется вот здесь корни выгребать ехать такая тяжелая и все равно граблями вот и все поле готово к культивации единственное что сейчас я соберу опять почву фрезу надеюсь что я от нее там никаких болтов не потерял и хватит у меня или нет масла чтобы залить ну вроде у меня там есть немного в саму фрезу надо заливать много масла поэтому старое то у меня там осталось но немножко все равно вытекло так что хватит или нет если не хватит то наверное сегодня не получится ничего а если хватит то сейчас буду культивировать и можно будет поехать уху уху Продолжение следует... Прошло-то уже много времени. Наверное, часа два прошло или полтора. Надо было высверливать шайбочки. Болтов некоторых не было, пришлось искать. Как обычно, куда-то все потерялось. Поэтому пока я нашел... Ну, не два часа, конечно, прошло. Часа полтора, наверное. Прям полтора. Дождик. Саш, дождик. Где? С неба. Сейчас надо картошку дать. Может, ее закрыть? Как? Пленкой. У нас есть пленка. Сейчас. architect. Как? Нужно не давать. Ах! Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Все осталось только граблями поковырять, картофан лишний собрать. Ну и можно уже будет засеять. Я еще, как я уже говорил, не знаю чем. Но скорее всего горчицей, а может быть и овсом просто. В общем, что будет более доступно в тот раз, когда мы поедем, то и посеем. Так что всем пока-пока.